Эта старенькая избушка до названия вот и все, что осталось от деревни Алешина. Последний местный житель Василий рассказывает, когда-то здесь было много молодежи, свой клуб и магазин. Но в 70-е люди начали разъезжаться, и жизнь деревни стала потихоньку затихать. В основном все, сеяли, пахали. Я же тоже пахал, тут сеял, тоже убирал. Я же тракторист широкого профиля. Хорошая деревня была, все. Жили же люди, жили. Ну сколько дворов? Ну, дворово, наверное, 30 было, больше даже. А сейчас все, вот один домик остался, сижу, как говорят. Уехал тогда и он, но потом вернулся в родную деревню помогать матери. Да так и остался. Долго был единственным жителем, а полгода назад женился, теперь живут вместе. Говорит, его все устраивает, в город не тянет. Здесь спокойнее. Здесь спокойно. Не хочется ни в город, никуда. Не, ой, город это вообще. Я к сестре съезжу в Красноярск. Дня три еще, самое большое. Я домой. Домой берегу. Быту жителей Алеш на совсем простой воды принести, дров наколоть, а летом огород. Коты, собаки, вот и все хозяйство. Скотину не держит. Все можно в магазине купить. Он всего в паре километров. Ну ты все, дорога рядом, все рядом. Сел, автобусы ходят, он, круша рабочих возят в Таёжную. Пожалуйста, садись, езжай туда и обратно. Василий признается, мечтает, чтобы Алешина возродилась. И пока в деревне есть хотя бы один их дом, значит она не исчезнет с карты. Ольга Тишинина, Вячеслав Морозов. Новости.